Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер всем, кто присоединился к нам на канале «Россия». Напоминаю вам, что 1 октября день пожилого человека в России отмечается. Возраст сегодня стал очень неопределенным, но есть негласная такая градация, что пожилым человеком в России считаются все, кто старше 75 лет. Наши сегодняшние гости 73, она возраст свой не скрывает, но как она сегодня живет, какой образ она ведет в свои 73, она расскажет нам сама с удовольствием. Представляю вам Людмилу Николаевну Михайлову. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Добро пожаловать на нашу программу. Мне тоже очень понравилась ваша студия. Ну, очень приятно это отметить. Очень много интересного я узнала от вас в знакомстве предварительном, но меня поразил тот факт, что вы пришли к нам в студию со шведскими палочками для ходьбы, что вы являетесь волонтером. А еще мне интересен тот факт, что вы собираетесь прожить 200 лет. Ну, по гороскопу я вычислила, а еще мне сколько лет? Я лет 30 было, наверное, вот. И это самое, я вот так там вычислила, вычитала, что мне 200 лет положено жить. Ну, надо жить. Но я вот просто задумаюсь так, ну, как вот, как прожить эти 200 лет, ну, пускай не 200, сколько мне там дано, это, вот, вот, при такой несправедливости на земле. Людмила Николаевна, чтобы долго жить, чтобы бороться с несправедливостью, которая, ну, увы, существует в этом мире. Ну, я и буду жить. Нужно быть здоровым, нужно вести какой-то активный образ жизни. Как вы достигаете? Во-первых, вы шикарно выглядите. Надо это отметить в своей годе. Вообще ни одной таблетки не пью. Не пила никогда, не пью и не буду пить. Только пускай мне... Ой, извиняюсь, это самое. Я близнецы, я успеваю. Я вот и в воскресную школу хожу. Это у нас Никольский собор Александр наш, это священник. И в ЦСОН хожу, в Центр социального обслуживания населения для пенсионера. Ох, что обидно, досадно мне. Ну, ладно, вот, наш праздник, да? Вот я сколько аж в этом ЦСОНе, да? Как вы вообще относитесь к 1 октября, как к Дню пожилого человека? Ну, слава тебе, Господи, знаете, хорошо, что нам хоть этот... Раньше-то его как-то не афишировали, этот праздник. Я, или, может, я сама молодая еще, что была, не для меня была. А когда я стала посещать вот этот ЦСОН наш, тут я уже поняла, что есть День пожилого человека. А спортом вы как занимаетесь? А спортом я... Я же энергия, это тигры, тигрыши, и вообще... Близнецы и тигр, в общем, такое... В общем, тигры, это по-восточному. А близнецы я по-задиаку, по-европейскому. А тигр, он большая кошка. А кошка, вы знаете, как себя ведет? Вот. Гимнастика у меня с самого рождения, понимаете? Вы еще гимнастикой занимаетесь? Ну, а как же у нас вот на Зеленом острове йога, вот это вторник, пятница у нас. Йога, я вот не попадаю, лечу в Москву. Вот, Замирочка ведет занятие, вот такой чудный человек, вот. Она, ну, и добрая, и умная, и вообще подскажет тут же сразу, и все умеет она. Вадимила Николаевна, я вот смотрю, вы готовы говорить о ком угодно, только не о себе. А что там о себе? Вот я. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы стали волонтером. В каком, да, волонтерском... Ну, я когда услышала, вы знаете, у меня было двое детей, у меня неудачный брак был, ну, может, это так, а почему он неудачный, просто жить нигде была. И я вот была все время с детьми, с детьми, а потом я поняла, что есть у нас волонтеры, вот, и такие возраста, и молодого возраста, и пожилых я не знала ничего. Вот, ну, это, и я просто была с детьми, вот, ну, ну, просто это, это... Дети же у вас-то на взрослых? Каждая женщина, да у меня, это, пять внуков, ну, правнуков уже, правнуков уже у меня пять, понимаете? Замечательно. Это вообще я саморазвала, да. Вы решили стать волонтером, причем действующим. А волонтером, да, вот, и я так это, я ходила, что это, в пенсионный там добивалась, чтобы мне... А мне девочки оттуда, с пенсионного как раз там были, я захожу, они говорят, а вы хотите стать волонтером? Я говорю, да я говорю, всю жизнь мечтаю об этом, говорю, это, это, это мое, мне хочется все. Ну, давайте данные, это было конец 18-го года, вот, ну, это где-то было, тоже так, октябрь, не знаю, вот, вот. И они записали, потом они пригласили, пригласили, это, как сейчас помню, в библиотеку республиканскую этой, Байрамуковой, вот, мы там собрались, Борис, я, ну, вот, они сидели, нас было вообще, вот она, я, это Борис и еще какая-то женщина, а потом ушла она. И все, и, а Мирочка, это Медина, она Доброгорец, тоже есть такая организация, вот, ну, они там инвалидам все это, детям все помогают, это все у нас, мы вместе, вот, Медина, это возглавляет, и наша Катюша Борисова возглавляет. В чем заключается ваша деятельность? Деятельность, ну, знаете, вот, посадите эти деревья, вообще, знаете, я вот, когда смотрю, как они пилят, у меня, не поверите, слезы на глазах, я, я же, как вот с деревом, вот, с любым деревом, я разговариваю, как хотите, верьте, как хотите, не верьте, он как живой человек мне, вот, и вот я спрашиваю, они мне отвечают веточками, вот, как хотите, меня называйте, что хотите, говорите про меня, вот, я говорю, да, они машут, ага, если нет, значит, так, вот у нас серебряные, это, есть аллея, вот, спускайся на зеленый остров, это наша. Вы высаживаете деревья, да, облагораживаете территории городские, что еще вы делаете? Ой, ну, куда пригласят туда и идем. Вы знаете, у меня это самое, такая и мечта, и забота, и хочется, мне, нигде же не принимают на работу, и вот так хочется, а я общаюсь вот с волонтерами, это из Якутии, там, это Хакасия, там, Камчатка, Сахалин, все, и она Сахалинец. А как вы общаетесь? Посредством чего? А, этот, ватсап, ватсап, все там, вот, так же вот на этих, на форумах знакомились, а потом это, вот, и вот, знаете, они, ну, все там, это, вот эти якутские, ой, как я, Ариадна, что она, ну, такой бесподобный человек. Ну, представляете, она, семь душ детей у нее, она их всех уже замуж выдала, уже женила, у нее уже правнуки, все, и они вот для солдат это шьют, понимаете, вот шьют. Мне все-таки хочется вот вас спросить, чтобы сегодня людям вашего возраста, которые, может быть, вышли на пенсию, ну, которые чувствуют в себе силу, энергию. Как им сегодня, подскажите, вот вы с высоты своего опыта, как выживать, как жить? Очень, очень тяжело. Я, вот, фильмы смотрю, ну, всю ночь напролет, потом поднимаюсь, быстренько умылась там, или в дождь бегала, и выхожу на улицу. И там я, вот, вижу людей, ну, люди разные, я, конечно, понимаю, я же Людмила, а Людмила, это психологи от Бога уже, понимаете, там, ну, там пишут, там, вот, как Людмила Костритец, это психолог, имейте в виду. Я смотрю, что вы очень тесно связаны со Вселенной. Обязательно, я ее обращаю. Очень, да, внимание обращаете, да, и на гороскоп, на... Я вчера вот с Луной разговаривала, я знаю даже, как к ней обращаться, к Луне. В общем, я так понимаю, унывать прежде всего не надо. Ой, а где же унывать, зачем? У меня, у меня сын, дочка, это самое... Внуки, правы, но... Да, я, если вот живая, я им что-то подскажу, я хорошо, раньше же писали, помните, вот это, писали своим детям все это, ну, века назад, два века назад писали, письменность была. А сейчас вот телефон, вот так, вот, и я вот скажу им, это, ну, что-то хорошее, что-то вот в интернете найду, вот, как, вообще вот все пальчики надо, вот обязательно начинать надо с мизинцев, и стопы, и это, вот, вот так вот, и каждый день, вот, старайтесь вот это делать, движение, это вы будете там очищать все. Вот, это хорошее... Людмила Николаевна, скажите, а вот вам не хватает живого общения с детьми, с внуками? Все-таки, ну, эти гаджеты, телефоны... Естественно, не хватает. А что я могу поделать? Вот у меня депрессия, наверное, у нас перед Новым годом у каждого человека перезагружение бывает, космическое перезагружение. Ну, и вот так лежу, лежу, и это самое. А потом думаю уже, знаете, когда лежишь и лежишь, там мысли какие-то все, уже начинаешь как это, ну, депрессия. Ага, потом я сама себе говорю, нет, ничего подобного. Я поднимаюсь и вперед из песни. И вот вчера взяла палочки, ну, я каждый вечер. Сколько вы в день проходите? А, ну, я однажды 15 километров прошла и потом стопу, видно, надорвала. И потом немножко я где-то месяц-полтора... Перерывчик делали, наверное, да? Да, да. Ну, перерыв не делала, там где-то круг-два сделаю. Нагрузочку уменьшили, да? Да, нагрузку просто, ага. Вот. Ну, 15 километров мне прям стыдно. Ну, я не знаю, я... Вот у нас это зеленый остров, и там спасательная, а там, значит, песочные и... Это с мягким покрытием у нас эти, вот, спортплощадки вот эти. И вот мы там, это самое, по пятницам собирались, вот, и это... Людмила Николаевна, ну, я смотрю, вы при том, что очень пожаловаться, конечно, хотите на жизнь, но все равно, все равно у вас... Нет, я буду жить, мне же положено 200 лет жить, я буду жить. Хоть плохо, хоть как, хоть что. Есть круг общения, правда? Общения у меня предостаточно и ЦСОН, и ОЧАГ ДОБРАЙ, и, ну, в основном, вот, это... Волонтер серебряный, вот, и еще там надо вспомнить. Я уже кое-что и позабыла. Ну, это же, наверное, один из главных составляющих факторов, правда, в нашей жизни? Да, в нашей жизни. Мне не хватает. Когда есть никто, твои интересы разделены? Двадцать четыре часа в сутки не хватает. Мне мама так говорила раньше, и я вот сейчас повторяю ее Царствие Небесное. Людмила Николаевна, ну, вы человек, конечно, очень интересный. Я так понимаю, что с вами можно говорить. Да, мы все интересны. У вас, правда, мысли, как скакуны, они... Это Овну, надо сказать спасибо. Спасибо вашему Овну, спасибо вашим близнецам. Мы, кстати, вот как-то упомянули, что в Близнеце люди, принадлежащие к этому знаку, могут осваивать несколько профессий параллельно. Да. Вы планируете что-то в этом? Десять дней одновременно делаем мы в Близнеце. А планирую, да вот хоть что, дай мне, я бы, я бы, у меня руки все, я же раньше вязала, вышивала, и что только все, я это самое, даже лифтеров преодолела это. У меня столько курсов этих, когда я девчонкой была, вот это все. И училась, и культурно-просветительная Ставропольская закончила, балетмейстер, и я. Ух, сколько профессий вы можете освоить еще. Сейчас очень хочется, чтобы вы обратились к своим ровесникам, к тем, кто постарше, тем, кто унывает в эту осеннюю пору. Вот ваше пожелание как человека активного, как человека ведущего, вот такой очень созерцательный, я бы сказал, образ. Пожелание такое, значит, не пейте таблетки горстями, да и вообще забыть о них. Есть травы, есть заговоры, есть всевозможные массажи, есть вот, омолаживайте себя вот этим. Если у вас, допустим, сердце уже там, ну, уже такое это, вот, то все равно не унывайте, все равно, главное, не попадайте в больницу. Все. Там, там уколы, я там проработала. А духовную жизнь как насыщать? Духовную, ну, фильмы смотрю, там, пою, танцую. Может, не обращали внимания. Вот, что-то мне прислали, да, и музыка. Ну, вообще так, это шедевры, вот. Я музыку слушаю и танцую, иду по Первомайской и танцую. Здорово, кстати. Это хорошо. Одна из красивейших улиц нашего города. Вы знаете, сегодня утром иду на работу. На стране так себе, скажу откровенно. И дети проводят акцию. Проводят акцию, раздают прохожим варенье. А мне сколько раз раздавали так? Раздают варенье, вы знаете, всем подряд. Вот я просто шла на работу, как обычный человек. Подходят ребята, говорят какие-то хорошие слова, какие-то пожелания. И дарят мне варенье. И вот сегодня я на работу зашла, как вот, окрыленная какая-то, настроение хорошее. Мысли светлые, голова светлая. Еще вот с вами такая встреча произошла. И вы знаете, мне вот этим позитивом своим, своим настроем хочется с вами поделиться. И эту баночку варенья я вот для вас приготовила. Это свое отдаете? Это вот от тех ребят, которые сегодня проводили акцию. Нет, ну это вам же подарили. Акцию на Первомайском. Я вас уверяю, я себя не оставила без внимания. Да, я сегодня хочу еще раз поблагодарить всех организаторов этой акции. И детей, и родителей, которые к этому руку приложили. Там, скорее всего, были и бабушки замечательные. Спасибо вам огромное. Правда, с вашим участием день задался, настроение поднялось. И как же здорово ощущать себя вот причастно к таким замечательным вещам. Там что в середине? Я пока не знаю. Это вы откроете дома и узнаете, что же там в середине. Ну, мы близнецы любознательные. Узнаете. Ну, спасибо. На здоровье. Дай бог здоровья. Осенними вечерами с чайком. Да. И еще я думаю, что вам и всем, кто считает себя пожилым человеком, обязательно нужен сегодня подарок. А подарком пусть будет песня в исполнении нашего известного казачьего коллектива. Ой, ура, как. Ой, ура, это будет. Я давайте могу спеть чего-нибудь. Песня хорошая, песня зажигательная, песня, настраивающая всех нас на позитив. Я, наверное, знаю. Вам спасибо за участие в программе. Будьте здоровы, оставайтесь в такой жизни радостной, активной и, главное, помогающей людям. Пожелание вам, чтобы будьте здоровы, и чтобы вас Бог сохранял, чтобы ангелы-хранители возле вас все время. Спасибо, моя дорогая. Это самое главное. Мы вообще от космоса-то. Спасибо. Друзья, я напомню вам, что гостью нашей студии сегодня была Людмила Николаевна Михайлова. А я вас очень попрошу, не ждите 1 октября, когда все будут отмечать День пожилого человека. Сегодня позвоните вашим родителям, вашим бабушкам, дедушкам, и скажите, как хорошо, что они у вас есть, как вы их любите. С вами была Галина Алеева. Я прощаюсь. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА